Конечно, должен прежде всего объяснить хотя бы немножко, что такое эр-эв-раф. Само понятие эр-эв-эв-это смешение, а раф-это многочисленное. Само понятие в духовном мире заключается в том, что когда мы, как народ, народ Израиля, поднимаемся с одной ступени духовной на более высокую, то есть души людей в мире, не евреев, которые ощущают это и тоже хотят подняться. Казалось бы, хорошо. Но есть одно но. Они хотят подняться, как те, кто голосует на дороге, чтобы машина остановилась и подвезла их дальше. Они не имеют в виду ничего от водителя или дать водителям. Они могут заплатить, может быть, за то, чтобы подбросить, как говорится. Но дело не в этом заплатить, а в том, быть частью или не быть частью. Когда ты хочешь, чтобы тебя подбросили на дороге, ты не часть ни водителя, ни машины, ни его судьбы, ничего. Он сделал тебе доброе дело, спасибо. Или скажешь, сколько там бензин стоит, или это, вот тебе 50 долларов, 20 долларов. И все. Вот это называется эре в Раф. Они хотели, чувствуя, что еврейский народ, выполняя свою миссию, поднимается, они хотят подключиться к этому. При этом ничего другого не имеют в виду. Участвовать в духовной работе не имеют в виду. Вот заплатить за дорогу, да, как в модели по дороге ехать, так и в модели духовного подъема, понимая, что, скажем, приехать жить в Израиле, какие-то материальные другие взаимоотношения, только это. Но суть нашей жизни – это духовная работа. Так эре в Раф не заинтересован в этой духовной работе. Ведь само по себе в этом нет ничего плохого, если бы он не хотел к нам присоединиться. Не евреи совершенно не обязаны участвовать в духовной работе. И нет претензий к ним, и нет ожидания. Если они захотят, то это уже ги-юр называется, это присоединение к нашему народу. А эре в Раф – это не ги-юр. Это просто, как говорится, вскочить на подножку уходящего поезда, имея в виду просто проехать пару станций и соскочить обратно. Это приводит к охлаждению общего энтузиазма, приводит к охлаждению духовной работы, скажем так. И это плохо. Теперь первый раз это случилось, когда мы вышли из Египта. К нам присоединились многие египтяне, которые чувствовали, что речь идет о подъеме и так далее, но не имели в виду быть евреями. Это раз. Потом это случилось, когда царь Шломо, Соломон по-русски, построил великий храм, все знают. То тогда тоже многие народы мира подумали, что надо иметь к этому отношение. Не присоединиться, но иметь к этому отношение. В рамках материального мира, например, правители, цари, императоры продвигали своих дочерей, в каждой стране там одна дочь, чтобы она могла выйти замуж за Шломо. Как известно, у Шломо было очень много жен и наложниц. Для этого говорили своим дочерям, сделай ги-юр, не напрягайся, как говорится, что тебе жалко, зато ты будешь частью дома царя Шломо. И тем самым, как это вводится в царских домах, в аристократическом мире, это называется породница, дом с домом. И у нас будет какая-то доля в этом духовном великом деле еврейского народа. Само это дело нас не интересует, но ты не проиграешь, если вот так присоединишься. Это проблема и беда царя Шломо. И эта беда потом нам очень дорого обошлась. И еще есть такие примеры. Возвращаемся к вашему вопросу. Вы задаете вопрос, значит, не евреи. Поскольку эра в Раф это как бы не евреи, то, например, можно ли не евреям другим войти в семейные союзы, жениться, выйти замуж за этих эра в Раф, за этих людей. Собственно, в этом ваш вопрос. Наверное, идея, что, я не знаю, кстати, вашу мысль, считать ли вы это хорошо или плохо, породниться это хорошо, или, я не знаю, какая-то другая причина у вас. Вопрос, могут ли не евреи с ними жениться. Теперь уже ответ на ваш вопрос. Это все, что я рассказал, это духовное определение. В жизни нет никакого, так сказать, никакого закона, никакого метода и никакого способа определить, кто сегодня потомок этого эры в Раф. И есть ли этот потомок, или нет его. И даже если есть, нет проблем думать, что он есть. Я сейчас объясню, откуда модель эта идет. То невозможно выяснить, кто он. Поэтому этот вопрос не вопрос. Потому что все это относится к категории духовной работы. Если мы ведем нашу работу правильно, то этот эры в Раф, это все как опилки слетает с одежды. Человек идет по дороге, есть пыль, набирает всякую, допустим, пыль или что-то. Сделает так, рукаву пыль отлетает. Поэтому никакого практического ответа не может быть. Мы не знаем, кто такой эры в Раф. Мы не можем сегодня выбрать эры в Раф. И вот теперь я уже дам другую модель. Этот ответ выйдет на сайте, я не знаю когда. Это, но сейчас у нас как раз ровно неделя до праздника Пуриум. А в празднике Пуриум был враг еврейского народа по имени Гаман. Иногда по-русски Аман говорят, по имени Гаман. И он происходит прямой потомок Амалека. Амалек – это внук Исава, родного брата Якова и корень всего антисемитизма. Амалек – это уже суперкорень, корень корня антисемитизма. И вот этот Амалек, говорится в Торе, что его нужно искоренить. Совершенно причем. Вопрос только, как это сделать. Где найти этого Амалека сегодня? Нельзя найти. Потому что, если бы нашли, надо было бы его как-то искоренять, воевать с ним. Но нету никаких возможностей у нас найти, кто это и что это. Есть только всякие представления. И об этом серьезные евреи не думают. Потому что это все мировоззренческий вопрос. Амалек – это мировоззренческий вопрос. Это духовный корень антисемитизма и вражды ко Всевышнему. Вот и все. Так и Эр-Эврав. Это духовный корень всяких присоединений к нам, не во имя чего-то высокого и возвышенного, а исходя из разного рода низменных интересов. Вот, собственно, и все. Как мы не знаем, кто такой Амалек, так мы не знаем, кто такой Эр-Эврав, поэтому мы этим не занимаемся. Но в рамках изучения Торы об этом говорится в наших книгах. Как это у великого Ари, его сборники, его учения, которые он излагал, у него в итоге 15-20 книг получилось. Но одна из самых основных книг называется Эдс-Хаим, и в этой книге есть целая маленькая часть главы, посвященная понятию Эр-Эврав. Отсюда это берется, оттуда это берется. И об этом иногда можно прочитать. Вот и все. Всего доброго. До свидания.